Хочу вам порекомендовать яркий и необычный канал про самостоятельные путешествия по Италии с Юлией Вовой. Ребята расскажут про жизнь эмигранта за границей, научат вас готовить настоящие итальянские блюда, покажут жизнь и быт итальянцев и Италию со всеми ее достоинствами и недостатками, реальные цены и где есть возможность сэкономить, проведут вас по самым нетуристичным тропам и научат, как посещать такие достопримечательности, как великий город Помпей, совершенно бесплатно. Скорее подписывайтесь. Зарезать на знаки навигационного оборудования. Там дофлик затыхает тетенька. Ну где вы еще вот такое увидите? Всем привет, друзья! Всем привет. Или как, наверное, помнишь? Наконец-то у нас отличная погода для того, чтобы поехать на море. В общем-то, мы ведь и занялись сегодня. Мы в Балтийске. Совершенно внезапно и неожиданно, хотя я собирался вчера в зелье. И, кстати, погода, кстати, у нас погода сейчас тоже немножко врет, потому что у нас каждый день показывают то, что будут дожди. Сейчас какой? Седьмой или шестое? Седьмой август. Вот, показывает, что каждый день дожди, но фактически никаких дождей нету, сами видите. Хотя вот по погоде смотрите, написано дождь, дождь, там все это. Но нету дождей, жара, поэтому можно смело приезжать на море. У нас вчера, да, по прогнозу был дождь, мы не поехали на море. Фактически 28 градусов жары. Мы шлумбили по городу. Вот, но сегодня все-таки мы решили не упускать такую хорошую погоду, приехали. Да, еще хочу сказать то, что мы едем на городской пляж Балтийский, потому что с прошлого года, вот мы ролик снимали, если вы видели, в прошлом году, там был совершенно отвратительный пляж, убитый, разбитый, такой вообще никчемный, и как бы он был, ну, заброшенный пляж. В этом году я видел там красивые фотки уже, как будто он там полностью его сделали, отреставрировали его, ну, как раз-таки сейчас и посмотрим. Ну вот, в прошлом году мы здесь были, тут было все очень плохо, прям максимально. Заброшка, можно сказать. Да. В этом году вроде что-то поправили, ну, дорожка вот есть, уже неплохо. Парковка есть, отбойные течения есть. Вот это в прошлом году были таблички. Да, да, да. Именно, кстати, в Балтийске самое большое отбойное течение, насколько я понял. В других местах у нас все нормально. Ну, у нас зелененькое море. Что? Тут близко корабли. Нельзя подплывать к проходящим штаммам. Ну вот, видишь? Понимаешь? Раньше вот тут, вот этот был променадик, а остальное все вот здесь просто было напрочь разбито, убито. Вот этого тоже всего не было. То есть, на... Да, да, да. Вот, в этом году все поправили, сделали... О, кстати, даже, да, показывают... О, нифига себе, температура моря 20 градусов. По воздуху 23. Класс. У меня тепло, на улице прям вообще тепло. Супер. Ну вот, видите? Да? Пердевалки сделали. Ой, вот эти вот. Зонечки-шезлонги. И здесь, да. И все ночевые. В общем, неплохо, наконец-то. Не зря мы в прошлый раз снимали и говорили, что все отстойно. Наконец-то все сделали. Круто, класс. Можно отдыхать. Вот бесстыжие русские туристы. Там топлив задыхает тетенька. Да ладно? Вот там. Не вижу. Вон прям вообще без стыда, ну типа просто без комплекса. А, точно. Прикол. Ужляна сегодня желток. У нее и шорты желтые. И вверх тоже. Кто? Яйцо? Ужляна говорит, что яйцо. Я же говорил. Я же говорил. Так я говорила, надо было там наше. Да. Ты пошел туда, где-то на детей. Отлично. Ты что надо. Именно это я искал. Вот здесь в девалке. Поэтому надо ездить на какие-нибудь пляжи Кушской косы подальше от всех. Ну, народу тут не так много, как в зелике. Если с зеликом сравнивать, то это вообще трындец там. Здесь как бы вполне еще одни малые только. Ты будешь купаться сегодня? Да. А я нет. Там отбойные течения, нельзя. И Балтийск уже видно, он вот здесь. Я думаю, мы сейчас немножко позагораем, а потом поедем гулять по Балтийску. Как думаешь? Я согласна. Давай заныривай. Для хайпа, как говорит Рыжик-Пыжиков. Запрыгивай для хайпа сразу же. Что такое? Не 20 градусов? Я не знаю. Не 20. Ну, какая, да, не 20. 19 с половинкой. Да не, если так парочку минут постоять, привыкнуть можно. Отважный боец. Да не, вода теплая. Нормальная водичка. Почти как на озере. Почти Карибское море. Вода очень чистая, прозрачная и освежающая. Но вот сейчас нет, да, там огромных каких-то волн, там, но все очень жестко. То есть, чтобы вот так вот стоять, нужно прикладывать усилие, потому что тебя вот туда в культуре уходит. Отбойные течения. Да? Наверное, да. А ты видно, до куда я зашла? И, насколько я помню, у нас в Балтийск самый опасный пляж. Тут больше всего тонет людей за сезон. Пойдем прогуляемся немного. Ну, пока даже нельзя заходить. Ну, опасно, просто опасно. Не, водичка теплая, я уже привык. Вода приятная вообще. Ааа. И она там прозрачная. Вот так. Смотри, хоп-хоп-хоп. Обожаю эту тему. И дети еще виноваты. Отлично. Ради этого я приезжал на море. Это в Сибири, да, потому что я туда побежала, а не когда она уже плавает с головой. Ну да. Мне нравится пенка, кстати, такая пенка. Это пивная пенка. Ага. Нет, вот правда, ощущается вот даже на маленькой глубине. Вот абсолютно, буквально, чуть выше колена было. С волной уже глубоко. Там тебя погреб получается. Да, утягивает жесть. Поэтому детей как-то сразу пускают. Ну, ничего страшного, нового сделают. Я думаю, они на это и рассчитывают. Ой, ну ладно, ничего страшного. Ну, действительно, вот дети плавают, за ними даже никто не присматривает. Особенно маленькие, которым там 3-4 года. Мамашки там. Ну, я же мама, короче. О чем тут говорить. Народ не так много, не так мало. Средняя прожарочка народная. В общем, здорово. Мне здесь нравится. Теперь можно сюда даже приезжать, потому что здесь пляж оборудовали, классный пляж сделали. А мы приехали на море, собственно, чтобы немножко подзагореть, потому что готовимся к следующей поездке. Она тоже будет морская. Будет очень интересная поездка. Я вам еще пока не скажу, куда. Смотрите чаще, кстати, наши стримы. Тогда будете точно знать. А так, пока что для вас это будет сюрприз. Едем в начале сентября. Едем первый раз туда, в это место. И оно прям определенно должно нам понравиться. Кстати, кто догадался, куда мы едем, пишите в комментариях. Потому что я знаю, некоторые люди уже в курсе всех событий. Ну что, назагоралась? Нет, мало. Ты меня уже оставляешь уходить. Хорошего понемножку. Но я уже жду, когда я буду под солнышком. Нельзя договорить, каким и где. Так ты под тем же будешь солнышком. Ну нет. А мы назагорались на море и решили прогуляться по Балтийску. Вот здесь паромная переправа. Можете переправиться на Балтийскую косу. Она вон там вдали видна где-то минут 15, по-моему, да? Да, быстро. Видите, какие большие машинки сюда переправляются. Она как раз таки за мной вот. Только надо ждать, ждать, ждать и заранее приезжать, если вы на машину. Лучше, конечно, пешком. Ну и сейчас это что-то заплатно. Конечно. Ну там цена такая низкая. Чем же интересна Балтийская коса? Для кого-то она прям рай. А для кого-то, короче, некоторые туда вообще не суются. Мы там побывали в прошлом году. Ну, действительно, отдых на любителя. Нам больше Курская коса нравится. Но тебе какая больше нравится коса? Курская или баскетская? Курская дуга. Курская дуга. Мне очень нравится Курская коса. Я от нее прям кайфую. Она как наркотик. Ты приходишь, приезжаешь, выходишь из машины и все. Эти ароматы. Обстановка сама. На Балтийской косе все-таки не так. Многие ее любят именно за то, что она вот именно такая. Дикая атмосфера. Но все равно стоит там побывать. Просто кому-то нравится, кому-то нет. Ну, впрочем, и как сам Балтийск, он тоже на любителя. Мне нравится как-то Балтийская, потому что туда на Домпароме переправляются. Я больше всего люблю этот переправы. Петр Первый, одна из главных достопримечательностей Балтийской, это Петр Первый. И вот этот маяк, который спрятался за березкой. Вот мы сейчас прогуляемся вдоль. Чем интересно гулять по Балтийску? Здесь очень много разных корабликов. Можно посмотреть. И они вот прям все стоят. Буквально, я даже не знаю, возможно, даже на некоторые можно зайти. Но, скорее всего, нет. Но если очень захотеть, сами знаете, то можно. Они тут еще стоят, ребят, знаете, все выкрашенные. Чистые. Прям, ну, идеальные, знаете. Поэтому... Хотела бы быть капитаном корабля? Да, конечно. Какого? Я и так капитанша. Капитанша? А бывают капитанши? Мне кажется, нет. Нет. Только капитаны. Ее женщины на борт нельзя. Ну да, она там такое натворит. В Балтийске всегда очень много лебедей. Так что можете взять, покормить их. Хлеб! Ну, говорят, хлебом нельзя лебедей кормить. Они взбухают и взрываются. Ну, это не их пища же натуральная, понимаешь? Конечно, нельзя. Но все кормят. Их тут много всегда. И красивая. А вот за этой шкуной, кстати, вы наблюдаете аэродром. Очень-очень старый. Прям очень старый. И он находится на Балтийской, как раз таки, косе. И туда можно попасть. Насколько я знаю, он не закрыт. Он заброшен и открыт. То есть, теоретически, вы можете там даже погулять, полазить, если вам это интересно. Мы в прошлом году были, но мы не стали туда заходить. Немножко там что-то страшновато было. Поэтому решили просто погулять там. Но там очень красивая природа. Леса, сосны, да? Ну, жаль, как обычно, заняты своим любимым делом. А если вы плаваете вблизи Балтийска на своей яхте, можете подремонтировать ее здесь. Шутка, конечно, но... Вон такие большие боевые корабли. Здесь вовсю ремонтируют. Идут ремонтные работы. Ну, где вы еще вот такое увидите? В Калининграде, конечно, есть такое, но не так много. Выглядит величественно. Очень огромный. На видео, наверное, он... Он вот такой. Василий Тагищев. И вот еще один. И там, если посмотреть влево, их очень много. Вот туда далеко уходит. Мало кто рассматривает город Балтийска, какой-то туристический город. Но здесь, помимо есть море, есть вот и много всяких разных достопримечательностей. Да, они на любителя. Но все равно, я думаю, если приезжаете в Калининград, то стоит эти места посетить, посмотреть. Потому что в Калининграде вы такого точно не увидите. Да и вообще в других каких-то прибрежных городах у нас такого нет. Там совсем другие достопримечательности. Этим и уникален Балтийск, что здесь такая военная атмосфера. Очень много различной морской техники. Как военная, так и не очень. Вон прям пушка. Ты видишь пушку? Смотри, вот прям здесь пушка. Та-та-та-та-та-та-та из нее надо делать. Пользуясь случаем, конечно же, хочу напомнить, что мы проводим экскурсии как по Калининграду, так и по области. Сюда тоже можем вас привезти. Ссылочки все в описании, если заинтересует. Пишите, звоните, ищите меня в ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме, в Вайбере, в Ватсапе. Если собираетесь в Балтийск, то рекомендую на два дня, скорее всего, сюда приезжать. Первый день можно уделить самому городу, а второй день Балтийской косе. Потому что на Балтийской косе, я думаю, надо тоже проводить целый день. В прошлом году, пока мы гуляли по Балтийской косе, реставрировали фасады домов, чтобы они отсюда не так убого выглядели, ну, сдались. Ну, вот эти фасады домиков. Видно то, что, да, покрашены и даже крыши сделаны. Да, потому что они в прошлом году очень печально были в состоянии. А здесь самое классное, это вот тот остров. Я не знаю, вы видите его или нет. А вот если вообще вот туда посмотреть, где поля горят, примерно там находится Бальга. А это одна из самых главных достопримечательностей Балтийска. Если будете покупать магнит, скорее всего, именно это изображение вы увидите. А здесь самые лучшие виды на пляж Балтийска. Просто идеальные. Но вот там, смотрите, сколько тины накидало, все вон и интарь ищут. Самое интересное, живем в Калининграде, ни разу не брали морскую прогулку. Вот какую-нибудь подобную. Бывает на рыбалку еще у нас гоняют, возят людей. Или просто вот морская прогулка на целый день. Надо будет посмотреть, сколько стоит, когда ходят. Может заказать. Мне кажется, будет интересно. Если будет, конечно, погода еще у нас. В общем, выглядит все это неплохо. Хотя бы даже на таком маленьком кораблике. А там дальше, если посмотреть паром, вон, сейчас уже причалят. Людей везет с Балтийской косы. Что вы теперь знаете о Балтийске? То, что вот там можно загорать. Здесь можно рыбачить. Здесь можно собирать янтарь. Дальше здесь можно фоткаться. Дальше отсюда выходят, заходят кораблики. Вот еще один плывет. Сейчас он в открытое море выйдет буквально через пару минут. Дальше вот там можно смотреть на разные военные корабли. Вот там дальше Бальга. А вот здесь самая главная достопримечательность Балтийска. Сдалек кажется, что памятник маленький-маленький. А когда подходите, вы понимаете, что нет. Что он огромнейший. Сюда залезть он у него практически невозможно. Ого, прям конь на меня смотрит. Виды здесь, конечно, обалденные. Самое красивое место в Балтийске. Пляж виден. Там переодевается кто-то. Можно подглядеть, бинокль надо с собой брать. Здесь можно янтарь пособирать. Очень много людей вон гуляет. Там вот тина накидала. Можно собирать янтарь, кому интересно. Надеюсь, пляж и прогулочка по Балтийску понравились. Пишите в комментариях, как относитесь к городу Балтийску. На сегодня все. Всем пока. 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 Пока.